Приветствую всех вас, друзья! Шаббат, шалом! Ваши дома, ваши сердца! Объявление, важное объявление. Призыв к молитве. Не так давно получил слово, когда молился, сделать это призыв, это объявление, и призвать всех, у кого откликнется в духе, принять участие в молитве. Молитва эта состоится 9 числа, во вторник, вот ближайший вторник, 9 ноября в 19.00 по Москве. Или же, в принципе, в любое удобное вам время, я понимаю, что есть люди, живущие в Сибири, Дальнем Востоке, там совершенно другой пояс часовой, не принципиально. Но, конечно, это сильно осознавать, когда в одно время мы все вместе в молитве что-то делаем. Написано много может усиленная молитва праведного, и я верю, что одна из таких качеств, одно из качеств усиливающих молитву, это согласие и единство. То есть, когда мы соглашаемся, в чем-то и написано, будет им, о чем не попросят, если двое из вас согласятся. О чем этот призыв? Я приглашаю всех, еще раз скажу, вот есть впереди несколько дней, проверить, помолиться. Не хочу, чтобы это огульно было. Если у вас не отзывается в Духе, нету свидетельства Духа Святого принимать в этом участие, просто пропустите. Но если располагается сердце, есть желание, появляется намерение, то 9 числа в 19.00 во вторник в 7 часов вечера Я приглашаю всех вас выйти на центральные площади ваших городов, сел, ну или какие-то центральные места, как вот вас Дух Святой куда покажет. Мы будем молиться возле здания правительства, крымского парламента. Вы, кто где у вас, вы сами знаете, эти центральные места в ваших населенных пунктах. Выйти, сделать вместе хлебопреломление, то есть в 19.00 помолиться, сделать причастие прямо там. Спокойно, коротко, не надо залазить на голову Владимиру Ильичу, не надо каких-то громких там транспарантов и выкриков. Спокойно встали, помолились, сделали хлебопреломление и провозгласить, то есть основные цели в этой молитве, провозгласить на наше поколение силу искупления, то есть то, что символизирует тело и кровь, и провозгласить жизнь Божью. Жизнь Божью, вот как реки живой воды, текущей из-под престола, и там растут деревья, да, и листья, листья их для исцеления народов. И я верю, что, конечно, это больше относится к грядущему, но и в нынешнее время Бог говорит, я исцелю вашу землю. Есть сила, исцеляющая нацию, исцеляющая регионы, исцеляющая города. И мы провозгласим, то есть как священники, они вносили ковчег в Иордан, и Иордан расступался. Как священники, когда шло поражение, помните, Моисей говорит, возьмите кадильницы и бегите туда, где идет поражение. И они вошли с кадильницами, и поражение остановилось в народе Божьем. Провозгласить силу искупления через кровь Христа и жизнь Божью, высвободить Божью жизнь на наше поколение, на наши города, на наши населенные пункты, страны, там, где вы находитесь. Поэтому, еще раз повторю, 9 числа в этот вторник ближайший, в 7 часов вечера по Москве, или же, естественно, если у вас время другое, сделайте это в удобное для вас время, но ориентиром берем 7 часов вечера по московскому времени. На площадь, куда-то вот, где власть сосредоточена в вашем городе, взять хлебопреломление, помолиться. Может, вы один будете, может быть, небольшой группой, это уже не имеет значения. Коротко, не надо, конечно, там устраивать богослужения, я к этому ни в коем случае не призываю. Коротко, высвободить из духа, и мы будем молиться, естественно, эти дни до этого, и верю, что всех, кто будет участвовать, Господь наполнит, и у вас будет что излить, что высвободить для вашего региона. Может быть, еще что-то специфически Бог вас поведет в молитве делать, высвобождать это уже на ваше усмотрение, как Дух Святой вам даст. Но так вместе делаем причастие, провозглашаем искупление на наше поколение, и высвобождаем Божью жизнь, реки живой воды, в стан, в наш стан, в стан нашего народа, чтобы остановилось поражение и духовное, и физическое. И вот на этом все. Я посмотрел, что в прошлом году, 1 декабря, был такой же призыв, и так интересно, я забыл уже примерно, когда это было, но вот сейчас, когда это получил, как раз к концу года, видимо, есть какая-то пророческая стратегическая сила в этом действии. Где бы вы ни были, неважно, какая страна, неважно, какой часовой пояс, в согласии, в единстве, сделаем это во славу нашего Господа. Шаббат, шалом! Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео до вторника. А если вы получили уже подтверждение, просто молитесь и благословите в духе всех, кого Бог побудит выйти и участвовать в этом пророческом молитвенном действии. Аминь! И до встречи!